В течение 20 века было общепринято мнение, что структура мозга остается неизменной после завершения формирования в детстве. Этот процесс называется нейропластичность. Способность мозга выстраивать или восстанавливать нейронные связи самостоятельно, для большей функциональности. Однако, относительно недавно нейрогенез у взрослых был признан научным сообществом. Это означает, что мозг человека может развиваться при воздействии интеллектуальных тренировок и в зрелом возрасте. Один из самых развлекательных способов прокачки мозга – игры. Например, взрослые мужчины сегодня чаще всего для тренировки серого вещества, стратегически длинных расчетов и моделирования бизнес-стратегий выбирают покер. Эта карточная игра не только самая популярная, но и безусловно самая престижная. В 2013 году немецкие ученые обнаружили прямую зависимость между временем, проведенными взрослыми мужчинами за онлайн-игрой и объемом серого вещества в префронтальной коре головного мозга, который отвечает за самоконтроль, логику, целеустремленность и концентрацию внимания. Позже европейские ученые исследовали мозг 152 студентов-игроков с помощью магнитно-резонансного томографа и выявили устойчивую связь между временем, проведенными за играми, и утолщением коры головного мозга. Их зрительная реакция и возможность отслеживать несколько объектов одновременно оказалась почти в два раза выше, чем у неиграющих. С глобальным использованием смартфонов и появлением мобильных версий компьютерных игр, люди стали уделять играм в полтора раза больше времени. То есть, если раньше, участвуя в онлайн-турнире, игроки были привязаны к компьютерам и лэптопам, то сегодня, с появлением мобильной версии PokerStars, игроки стали мобильнее в офлайн-жизни и получили возможность возвращаться к турниру в любой момент. Чтобы тренировать мозг, достаточно одного-двух турботурниров в день. А для особо продвинутых игроков, которые участвуют в длительных турнирах, теперь не обязательно перетаскивать с собой компьютер, на котором они начали игру. Можно просто продолжить ее со своего телефона, где и когда угодно. В общем, спасибо нейрогенезу за то, что можно прокачать свой мозг, даже играя в игры. Так, все, с меня довольна. Ты вообще перестал мной пользоваться? И чем же я теперь без мозгов буду заниматься? Ты чмошник и лох Батрудинов! Ты чмошник и лох Батрудинов! Я буду повторять тебе это до конца жизни.